Сегодня должны хранить в себе, в сердце, в душе, в уме творчество такого гения, как Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, если вот сравнивать, сейчас Тамара Михайловна обменивалась, у нас есть такой своеобразный олимп имен замечательных, талантливых, выдающихся, заметных поэтов, писателей, литераторов, которые связаны с Пенинской землей, или родились на Пенинской земле, или творчество было, или приезжали сюда, как Крылов, как Блок. Сладоков-Щедрин служил здесь у нас, ну, десятки, правильно, мы акцию придумали, 58-й регион, 58 выдающихся имен отечественной мировой литературы, а это если было на 148-й или 160-й регион, мы бы и 160-й нашли заметных, талантливых, хороших имен, у нас много, очень много. И вот здесь я сегодня уже выступал на открытии музея Белинского, если отдельные области или республики есть, писатели, или даже кто-то проездом был и жил там несколько дней в каком-то домике, то вся область, вся республика идет туда с поклоном и считают, у них есть выдающееся место, где там останавливалась Марина Цветаева, Анна Ахматова или кто-то еще из замечательных, талантливых поэтов и писателей. Так мы вот здесь, конечно, живущие в Пенежской области, избалованы огромным количеством этих людей, но все же, все же, и еще раз, все же, когда мы приближаемся к Тархану, когда мы приближаемся к месту вечного упокоения величайшего гения, когда каждый из нас начинает, если у него здоровое мировоззрение, если у него здоровая душа, если хотите, начинает задумываться, а почему такой гений сформировался здесь, а что он во мне? Лермонтов – это русское литературное слово, это вершина поэтического русского слова. Лермонтов – это вершина мысленнее русским литературным языком. Что такое Лермонтов, что такое его творчество, что такое русский литературный язык? Это единственное, что объединяет нас в понятие русский и российский народ. Понимаете, какая стоит перед нами цель? Мы должны это сохранить и, пользуясь самыми вот такими возможностями творческими, интересными, привлекательными для молодежи, доступными для молодежи, передать им понимание того, что мы принадлежим к величайшему народу. У нас Лермонтов есть. И читая его, понимать величие нашего языка, величие нашей литературы. И Лермонтова, прежде всего, и, конечно, других талантливых, замечательных, писателей, поэтов, о которых сейчас было сказано в этом фильме, и которых еще можно еще и еще перечислять. Поэтому, когда идет год литературы по пенсионской земле, и мы его открыли в библиотеке имени Лермонтова, когда мы вот сейчас встречаемся в школах, в детских садиках, в вузах, в техникумах, в музеях, в библиотеках с ребятами, то вот русское литературное слово, русскую поэзию, величайшую российскую поэзию, надо сделать достоянием как можно большего количества наших молодых граждан Российской Федерации. Только для чего? Только для того, чтобы они осознанно гордились своей страной, своим народом. Патриот — это человек, который осознанно любит и осознанно гордится историей своего народа и своего государства. Осознанно. А раз осознанно, ее надо осознать, ее надо узнать. А чтобы узнать Лермонтова, любить его и восхищаться его, его надо научиться читать, его надо научиться слышать. Надо представить для себя образ его, как не абстрактного поэта, классика. А какой абстрактный поэт тут 27 лет? Ушел. А вот живого человека, являющегося гениальнейшим поэтом, являющимся выдающимся патриотом всей своей краткой жизнью, доказавший это, доказавший свое право любить Россию, доказавший свое право быть величайшим гением России. И вот это сверхзадача года литературы, и это сверхзадача каждой нашей творческой акции. Для этого все мы делали и будем делать для того, чтобы звучал Лермонтов, чтобы звучала русская поэзия, чтобы звучали романсы и песни на стихи великих русских поэтов. Для того, чтобы Пентинский край, чтобы каждый житель Пентинской области гордо мог заявить, «Да, я родился и жил в Пентинской области». Это та область, которая дала миру величайшего гения Михаила Юрьевича Лермонтова. Спасибо, что вы здесь с нами на открытии. Дорогие белинцы и гости нашего района. Кирилл Владимирович, я знаю, почему нам дали вместе слово, потому что мы сегодня с вами такой дружной командой объехали почти весь район. Поэтому нам разделить просто было нельзя. И очень символично то, что начало акции было в музее Виссариона Григорьевича Белинского. А подводим итоги мы в святая святых музея Михаила Юрьевича Лермонтова. Были также другие мероприятия разного характера, с разными аудиториями, но цель была у них одна — это возрождение духовности, это сохранение исторических традиций. И позвольте мне, дорогие друзья, от всех присутствующих в этом зале, поблагодарить Управление культуры в лице Кирилла Владимировича Застрожного за такую замечательную акцию 58-й регион, 58 славных имен и всему творческому составу, который сегодня, ну, работал, слово, наверное, не подходит сюда, а просто творил, я бы сказала, в нашем районе. И, Кирилл Владимирович, хочу пожелать и попросить, может быть, даже, чтобы эта акция стала доброй традицией. Не боюсь повториться, напомнить о том, что этот год объявлен Годом Литературы специальным указом президента России. И задача этого года состоит, в первую очередь, в том, чтобы всех россиян обратить лицом к отечественной литературе, чтобы русскую литературу, русский язык сделать мощным фактором идейного влияния во всем мире, во всех странах. Потому что это мощнейший, действительно, фактор нашей литературы и наш язык. Не случайно, выступая на открытии этого года, наш президент сказал, что внутри страны мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знания, литературы, литературной классики и литературы современной должны стать правилом хорошего тона в нашей стране. А сейчас, в наше время, такое сложное и разъединяющее во многом время культура и литература, пожалуй, единственная площадка, где возможен разговор без надрыва, без ссоры, где возможен разговор без ненависти, с любовью к тому, что создано человеком, создано людьми во всем мире. Культура и литература это, пожалуй, единственная сейчас площадка, где люди могут говорить, вести разговор, который будет способствовать здоровью всех людей на земле. и я хочу, чтобы мы с вами это поняли и сами включились в этот диалог и сами подняли здоровье моральное, здоровье нашей нации, да и помогли другим народам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда росой обрызганной душистой румяным вечером или утро в час золотой из-под куста мне ладыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ, играя по оврагу и погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле и в небесах я вижу Бога. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи-ка, тяде, петь не таром, вас воспаленная пожара, французу Адональ, французу Адональ, а суда стали стыдные дети, пора добраться до катечи, и вот на поле розы сечи, ночная поводей. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы не спросил, скажи им, что на быт грудь, я пулей ранен был, что честно умер за царя, что плохи наши лекаря, пешком родном краю, поклон я посылаю. Минуту жизни трудную тесниться в сердце грудь, одну молитву чудную утвержу я наизусть, одну молитву чудную утвержу я наизусть. И снится мне сияющий огнями вечерний пир родимой стороне, свеж юных жен уменьшен цветами шел разговор веселый обо мне. Спи, младенец мой прекрасный боюшки бою, тихо смотрит месяц ясный полы верь твою, полы верь твою, стану сказы спать я сказку песенку спою. Ты ж гребли за крыши глазки бабышки пою. У нее коса пшеничная, Родниковые глаза, И поляны земляничные Щедро дарят ей леса. Ни вблизи, ни вдали Я не знаю земли, Лучше той, что меня растила. Синих рек рукава В небе синь синева И светла от берез Россия. В небе синь синяя. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова